Кому дом за 200? В этом выпуске собственник дома решил подарить вам эти кроссовки. Это новые кроссовки Валентина. А она меня очень любит, да? Ой. По платежам, по коммунальным, прям. Скажи про дело, вот до, да. Дом, допустим, месяц. Это колаут, ты правильно понимаешь, да? Всем привет! Сегодня на нашем канале необычный выпуск. Кто-то может подумать, что это просто какой-то необычный дом. Но, друзья, это дом, в котором царит уют, тепло, комфорт. И это дом Дмитрия Тарасова. Итак, мы начинаем. Поехали! Это легкий северо-восток Москвы. Тут нефти перерабатывающие заводики и все такое. На самом деле, если без шуток, то каждый раз, когда берешь в работу дорогой объект, ну, миллионов, 150 плюс, да, то переживаешь. Ну, представляешь, ты берешь ответственность на себя, да? Понятное дело, что под лежачий камень вода не течет, что просто так ничего не бывает, что моя задача увеличивать конверсию таких продаж за счет большого количества активных и правильных действий, да, Игорь? Ну, в случае, если таких случаев примерно 50% в рынке, в случае, если, Игорь, ты мне приведешь покупателя на этот дом, и я тебе отдам половину своей комиссии. Так, отставить съемку. Все, так, все, мы поехали искать. Так, вот, знаешь, это окно открываешь. Кому дом за 200? Покупай! Мне кажется, она не хочет. Потому что просто, ну, не в том районе это кричишь. А, понял. Все, поехали на Арбат. Короче, подъехали к дому Димы и поцеловали дверь. Потому что, там, так получилось, что... Ха! Димины, Димины помощники. Ну, все. Ну, смотри, как багажник у Самары трясется. Как у тебя стабилизатор на камере. Жесть, да? Видишь? Мы, кстати, едем по Кутузовскому проспекту, и с Кутузовского проспекта ехать 27 минут. Очень близко. Я сейчас, когда сказал, что мы едем снимать дом Дима Тарасова, знаешь, о чем подумал? Потому что ты пропуск уйдешь. Нет, заказал. Ты снимаешь? Точно? Ну что, дорогие друзья, вот мы и приехали в семейное чадо нашего дорогого клиента и друга Димы Тарасова и Насти. Итак, пошли внутрь. Дима, привет! Приветствую! Как настроение? Пересмотрел, мы ушел по домам, что ли? Да, да, да. Выставай дверь, мы конкурировали. Да, только я не сильно-то за охватами, а больше за результатом. Итак, друзья, все вы знаете Диму. Дим, давай, я предлагаю погулять по территории. Да. Сначала, чтобы ты рассказал концепцию, задумку, что ты хотел здесь. Давай, давай. Вот, и потом уже профессионально зайдем и будем обозревать дом изнутри. Насколько я знаю, Дим, здесь 21 сотка, тысяча метров. Вообще, так я тебе скажу, что это дом мечты. Я прям так говорю, потому что я в детстве, еще вдалеком, вдалеком, маленький был, только начинал играть в футбол, не понимал, что я буду профессиональным футболизм. У меня было вот две мечты. Это большой дом, это собака, это большая семья. И все к этому шло, 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 и я этого всего добился. И дом, это моя мечта из детства, потому что я хотел здесь, вот все, что я хотел, в принципе, здесь все воплошено. Судя по голосу, люди не поверят сейчас, но это вчера, финал баскетболей лиги, мы выиграли, и поэтому чуть-чуть вчера поорали на эмоциях. Да, спасибо, Серега, переживали. Это не бухач, ребята, это просто хрип от эмоций. Вот все заметят, что просто газончик, и ничего нету здесь, ни цветов, нет. Это тоже моя мечта. Я хотел, чтобы у меня была полянка такая, где я мог играть в футбол. У меня мечта, чтобы родился сын, чтобы я с ним бегал, как отец со мной в свое время на даче. Вот эти легендарные ворота, они с самого начала, они мне уже, в принципе, не нужны, потому что они уже старые, их перебили уже все футболисты, которые, друзья мои, есть. Ну, многие будут задать вопрос по-любому, ну, за хрена ты продаешь? Ну, типа, это много задают вопросов. Я думаю, тоже нужно ответить, и мы с тобой общались на эту тему, и ты уже мне смотришь варианты. Нам нужно просто переехать ближе, наверное, к центру, к городу. Дом супер, и я думаю, что когда продам этот дом, мы возьмем, может быть, маленький дом, типа такого, знаешь, на выходные. Ну, условно, условно, да, в кавычках, да. И параллельно еще нам нужна дом-квартира большая. В центре. Да. Здесь работал ландшафтный дизайнер. Был, был. Здесь держется газон. Да. Здесь чистенько. Ну, потому что, когда собственники сами начинают, знаешь, высаживать деревья, как они хотят, ну, вот это вот, для пистолетов, тогда теряется концепция. Здесь концепция бьет очень сильно с фасадом, с окнами, с вечерним освещением, с забором, с зеленью и с деревьями. Ну, Дима, расскажи про бассейн. Так, ну, скажу так, что вот это здание, которое отдельно стоит, я построил вообще в самом конце. У меня уже стройка заканчивалась практически. И я вот ломал голову, нужен бассейн, не нужен. Кто-то отговаривал, кто-то говорил, нет, делай. И в итоге я принял решение все-таки построить, потому что мечта для меня кайф. Друзья, те, кто вешают треки в качестве освещения, это очень удобно, сразу говорю, потому что вы можете менять углы наклона, вы можете менять яркость, вы можете добавлять, убирать, задавать разные режимы и сценарии. Вкупе с вечерней подсветкой смотрится очень круто и дорого, да. Дим, расскажи пару слов о месте, где мы находимся и почему оно удобное с точки зрения транспорта. Расскажу вообще, как я выбрал и почему именно это место. Потому что изначально, когда я хотел купить дом или построить, да, или землю купить, я думал, какая локация. Все в основном футболисты, известны люди, как известно, это Новая Рига, это Рублевка, это, ну, это все, то, например, горки, там, да. Также у меня было тоже много вариантов на эту тему, я рассматривал, но потом понял одну вещь, что я так устаю от этих людей, с которыми общаюсь в повседневной жизни, да, то есть я должен, там, привезти встречу на тренировку, потом мы едем за город и они опять все в этом поселке. Опять танцовка? Да, опять танцовка. А я человек, который должен эмоционально отдыхать, я хотел уединения любого, вообще просто, и поэтому вот мне попался вот этот дом, вот эта земля, где здесь вообще не было еще ничего построено, вот тех домов не было, здесь река, здесь проходит, так просто коробка, и вообще ничего не было здесь, и начал с нуля все это строить, я понял, что это мое место, уединение от Москвы, ну. Плюс присоединили эту территорию к Москве, для тех, кто не знает, это территория Новой Москвы, и здесь прописка московская, у вас регистрация город Москва, это редкость. Я пока не прописываю здесь, да, вообще никто не прописываю, если я пропишусь, я отсюда точно не уеду, поэтому, ребята, не тяните. Здесь я люблю проводить время, сейчас чуть меньше стал, здесь такой мой технический такой беспорядок, у нас даже угольки еще остались, у нас прошли, мои готовочки, да, это моя такая мангальна, все говорят, что мужики не готовят, что они не помогают, нифига, я очень вкусно готовлю мясо, шашлыки, это все на мне всегда, обожаю это делать, мне это, ну, как-то один раз вдруг показал, и я начал это делать. Этот поселок газифицирован, я так понимаю, по платежам, по коммунальным, прямо, скажи, в пределах, вот до, да. Допустим, месяц, вот зимой, зимой, да, когда как бы много всего отопления, это, плюс бассейн, это от 50 до 70, там, ну, пяти пусть будет, вот этот промежуток, диапазон, я плачу, то есть, это для дома, все, как бы, не, ну, это очень мало, по 300 метров, там можно платить 90 тысяч, плюс счетчики, плюс это, это квартира. Уж не переезжай, это, слушай, здесь, конечно, супер уютно. дети просто, они у меня вот так вот здесь, везде бегают, короче, ну, кайф, реально. Миранда легендарная, здесь стол весь прожженный уже, на мой микроэнсканер, от кальяна, смотри, это колау, ты правильно понимаешь, да? Это колау, это как обычно, когда ты, когда ты застелил весь дом с ракоформатным, широченным мрамором, ты решил сюда уже, попроще, каждый год можно просто, ну, новое, знаешь, как бы, да, 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 а потом, ну, вроде стоит, ничего с ней не происходит, нормальным пледиком, это, катишь на крыльях, продолжается. Ну, зато, функционал все, вполне. Не всегда дорогое, хорошо, качественно. 100%, знаешь, прикол, короче, собак, как бы, было, ну, я всегда хотел лабородора дома, сеть, и жена говорит, главное, чтобы собака, типа, не плавала, в бассейне, она маленькая была, такая, еще начнем, чуть-чуть поменьше, чем сейчас, и я сториз снимаю, короче, на лежаке, у нас мерзнички были, как сейчас помню, я снимаю, ребята, мы все, сзади, бассейн, короче, открылся, и я такой, сел, а жену за пиво отправил, и лежу, короче, сел, мы отдыхаем, там, с ребятами, и все, жена приходит, только свежим у нее настроение, я говорю, что случилось, я же просил собаку, типа, чтобы не плавала, я говорю, она не плавала, говорю, и в итоге, короче, она говорит, посмотрите свой сториз, я такой, раз, сториз открываю, а она, и она такая, забавка, двое, иди, расскажи, расскажи, это отдельный домик, это дом, по большому счету, для помощников, для персонала, ну, такой, хозяйский, короче, здесь у нас все, и коляски, и лопаты, ну, без меча, никуда, конечно, а, меня, ты не увидишь, давай, пошла, молодец, молодец, давай, 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 киней, вперед, все, мы дома, доверяю тебе полностью свой дом, ты знаешь, что делать, рассказывай, показывай, а я пойду, пока, позанимаюсь, мне есть чем позаниматься, пока здесь, если помощь нужна, я позову, я здесь, мы дома, и это минус, первый этаж, какая была задумка здесь, и концепция, позже мы позовем Диму, я думаю, он еще пару слов скажет, а здесь тренажерный зал, но здесь специально, собственник, наш Дима, заказал такое прорезинное покрытие, для того, чтобы здесь сделать, поставить снаряды, для того, чтобы заниматься спортом, ведь спорт это все, тренажеры, какие-то брусья, здесь специально выводы под розетки, что не часто бывает в таких домах, знаете, да, вот здесь, здесь, и здесь, то есть вы можете здесь поставить беговые дорожки, которые будут питаться от электричества, для того, чтобы вам было удобно, эта зона переходит вот в такую chill зону, для того, чтобы вы после того, как получили удовольствие в спа-зоне, переместились сюда, посмотрели телевизор, остыли, попили вкусный чай с травяным сбором, как, например, мы на Алтай ездили, но перед тем, как перейти сюда, перемещаемся с вами в спа-зону, за моей спиной, большая, просторная спа-зона, эту часть спа-зоны, здесь джакузи, джакузи для пяти человек, потом, например, в ледяную бочку, потом поиграли вот здесь, занялись спортом, переместились куда? Ну, кто-то на тренажеры, да, потому что потом начинается спор на разные вещи, ну, а здесь, друзья, кинотеатр, частный, приватный кинотеатр, прямо у вас в доме, заметили, мы как сюда зашли, я говорю, и шумоизоляция чувствуется, звук и виброизоляция, это пол, потолок, стены, это целый пирог, для того, чтобы все шумы были полностью изолированы, это как, помнишь, мы с тобой снимали на плющихе, я сел на лавку, тоже в хамаме, прямо в костюме, а на ней оказалась вода, а он включенный, да? слушай, ну, здесь тепло, а, ты меня снимаешь? Друзья, это хамам, вот зайди, смотри-ка, подсветка крутая, знаешь, бывают хамамы такие темные, а здесь мозаика светлая, лавка широкая, хамам, респект, просто пять с плюсом, тоже, смотри, как удобно, например, ты заказал домой парение, там лег, здесь парильщик, раз-раз-раз, у тебя электрическая сауна, здесь ты паришься, там хамам, здесь душ, вот отдельный холодильник для льда, вот он, вот он, вот он, огромный холодильник для льда, здесь есть комната, как Дима говорит, комната для плохих гостей, знаете, есть тот самый гость, который плохо себя вел, таким желтым светом, с маленьким окном, это как раз для того гостя, который немножко перебрал, и до второго этажа не дошел. мы в твоем мастер-блоке, но мы не могли тебя не позвать, понимаешь, не ответь с тебя от девочек, в этом мастер-блоке, вы проводите больше всего времени, это самое ваше любимое, еще у него есть наверху этот кабинет, в котором ты любишь там планировать, планировать, планировать проводить, скажи пару слов, почему у тебя такие большие гардеробные? наверное, ты уже успел заметить, что обувь просто дофига, да, я вот сейчас скажу, вот 60% этого обуви, готов отдать, поэтому большие разделил гардеробные на две, то есть женская-мужская, все знаю где, вот сейчас ты мне скажешь какую-то это, я сразу положил, там и взял, ну то есть нет, да, я люблю пространство, чтобы не было вот это, это наверное из детства, всю жизнь спал на, раньше такие кресла раскладывались, спал вот так, у тебя много подбищек? не очень, ну два есть? больше? больше двух есть? есть, хочешь? от меня подарили кроссовки, сразу сходу, да, вот сразу сходу, сейчас тебе скажу, ну давай попробуем выбрать, дальше, вот, Валентина, Валентина, я их не носил, они даже новые садения пыли, я их не носил никогда, а какой у тебя размер? ха-ха, это ты тоже сам подбищек? нет, 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 да, 42 белые, смотри, еще и сам, этикетки даже, так, теперь ты хорошо подумал? да, жалко вообще, так, друзья, буквально, это же такая приватная вещь, несколько слов, огромная вместительная гардеробная, мечта любой девушки, ну согласись, целый стеллаж, раз, два, три, четыре, пять, шесть полок для сумок, семь, восемь, девять, там еще дальше, колонна, например, большого театра, у них каримский стиль, ионический, эллидерический, не стиль, а ордер, вот здесь так же, мы с вами поднялись в кабинет, это такое, закрытое пространство, где наш владелец, может организовать кабинет, может организовать офис, может организовать еще одну комнату, по большому счету, это мансардная дома, с четырьмя полноценными окнами, в общем, ты хочешь самоизолироваться, ты просто прибегаешь сюда, садишься за вот это рабочее место, работаешь, и у тебя есть примерно 30-40 минут, пока дети тебя не нашли, друзья, я потрясен тем, как устроен второй этаж дома, на третий, на мансардный этаж, там, где у вас находится собственный кабинет, здесь у вас находится санузел, а здесь две спальни, раз спальня, и спальня два, все изолировано, все очень удобно, и так, пошли в детскую, слушай, кстати, по-моему, эту спальню, как раз таки, планировала супруга Димы, до мелочей, понимаете, вот, вот, две девочки, да, одна отдыхает здесь, другая здесь, няня, например, может отдохнуть здесь, ну, спальня, не знаю, я зашел и потерялся, я должен говорить о том, какой здесь классный пол, какой, какая здесь обалденная доска, какие здесь стены, какая инженерия дома, какое освещение, какое кондиционирование, какая крутая мебель, а я говорю о том, что эмоции, ну, очень приятный дом, не знаю, мне кажется, что мы все в него влюбились, да, во-первых, она самая новая, мне кажется, ты заходишь, здесь пахнет деревом, чувствуешь, когда только выкладывается пол, пахнет в квартире деревом, мне такое ощущение, что она меньше всего эксплуатируется, здесь прям для любителей современной классики, здесь есть лепнина, кровать в таком же стиле, в этой спальне просто хочется спать, вот вы заходите, она очень уютная, окна у нее также выходят во двор, например, если у вас разнополые дети, то здесь будет мальчик, в той спальне будет девочка, а их общий санузел будет вот здесь, в котором есть, внимание, ванная, большой душ, унитаз, умывальник и даже стиральная машина, для того, чтобы ваши маленькие будущие помощники сами стирали. Ну что, Дим, пора заканчивать выпуск. Пора заканчивать. И заканчиваем мы его нетрадиционно с сердца этого дома, с гостиной, в которой вы проводите больше всего времени. Давайте скажем пару слов. Я уже говорил ранее о том, что у тебя везде широкоформатные слэбы из мрамора, что везде современная классика, элементы лепнины, другое освещение, инженерия, но расскажи ты, что тебе нравится больше всего здесь? Тихо, потому что уже... Уже спит. Уже спит. Молодец спит, второй еды, да, это молодец. Но больше всего мне нравится здесь пространство, это точно. Да. И это правда, что больше всего времени люди проводят это именно в гостиной. Это диван, это большой телевизор, который я очень люблю. Это моя любимая зона, да. Кухня, где я кушаю. Как раз вот кушаю, где у принцессы сидят. Покажи, как кушаешь быстро. Приятного аппетита. Что надо сказать? Спасибо. Здесь мы кушаем именно когда узкий круг нашей маленькой семьи. Есть большой стол, прикольный, когда приходят уже в гости. Длинный шкаф. Посудомоечные машины, в доме газ, это плита, то есть, это камень, да, материал. То есть, два холодильника. Нет, здесь один. Я всегда удивляюсь, типа, как ты... Вот холодильник, это шкаф, а это морозилка. И это морозилка. И все говорят, типа, для какого-то хватает для тебя, для большой семьи, куда все, весь холодильник, где еще. Но, для этого у нас есть сюрприз. Комната. Да, но тут, наверное, кнопку, у нас же это так раз, нажал, как раз. Она открылась. Есть еще такая прикольная комната. И она здесь сидит, два холодильника как раз есть. За это вопрос, где еще у нас холодильник. Вот раз, морозилка целая еще. все четко шкафы. Где хранится только все самое нужное. Самое ценное. Самое ценное. Это кола, короче. Добрый кола. Добрый, добрый кола. Слышите, Серега, кстати. Итак, дорогие друзья, наш выпуск подошел к концу. Напоминаю, что в этом выпуске собственник дома решил подарить вам эти кроссовки. Это новые кроссовки Валентина. Я, честно говоря, сам в шоке. Просто говорит, ребят, заходим, выбираем. Напишите под этим видео комментарий, в котором вы пишите, что вам больше всего понравилось в доме и почему. Самый креативный, самый добрый комментарий мы выберем и подарим подписчику эти кроссовки от Димы Тарасова. Друзья, этот дом продается и стоит он 200 миллионов. И я вам по секрету скажу, есть даже хороший торг. С вами был Кадыров Сергей. До встречи в новых выпусках. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова